Библейский портал экзегет.ру представляет 63 глава книги пророка Исаии И мы в 62 в конце прочитали о том, что приближается спаситель твой, с ним награда о воздаянии перед ним Мы говорили о том, что это одновременно Господь, который приходит к своему народу И вот кто-то другой, и кто-то, о ком Господь объявляет Потому что это же Господь возвещает слова, приближается твой спаситель Мы говорили о том, что это мессианское пророчество, пророчество об избранном царе О каком-то великом, уникальном человеке, который являет собой Господом Израиле и будет им править Вот 63 глава более подробно описывает этот приход Собственно, в этом виде приходит Господь к своему народу И как мы можем увидеть это триумфальное шествие? Оно довольно грозное на самом деле, давайте почитаем Кто это приходит из Эдома, из Боцара, в багряной одежде Боцара, это область в Эдоме Эдома это страна, там где сегодняшняя Иордания, часть ее юго-восточная Вот там был Эдом, Эдомитяне это родственные израильтянам люди, которые, в общем, тоже постоянно встречаются на пророческих книгах Обычно как родственники, которые не очень хорошо себя ведут и в конечном итоге будут наказаны за это поведение Из Боцара в багряной одежде Багряная одежда такая темно-красная, с одной стороны это признак царского достоинства Ну, красивая, пурпурная, да Но с другой стороны уж больно на кровь похоже Облачение его великолепно, выступает он во всей своей мощи Это я, кто говорит правду, я, кто в силах спасать Опять и опять мы видим, что на первом месте слово В конце концов, и сказал Бог, с этого начинается творение, да Творение каждого нового элемента мира Вот так и здесь говорит правду и в силах спасать То есть сначала он объявляет, и потом он действует А дальше начинается такой интересный диалог Отчего же багряна твое облачение? Одежда, как у давильщика винограда Давильщик винограда, когда собрали виноград То надо сок из него выжать В основном это делалось, как засыпали в точило Такой каменный небольшой бассейн Виноград, а потом босыми ногами давильщики по нему ходили Чтобы раздавить ягоды Естественно, они были во что-то одеты Если эта одежда была светлая, то давя красный виноград Они очень быстро эту одежду тоже делали багряной От брызг сока Отчего же багряна твое облачение? Одежда, как у давильщика винограда Вот вроде бы царская одежда, а он давильщик винограда Странный образ Но давит виноград после сбора урожая И это всегда праздник Вот здесь он с какого-то праздника, наверное Собрал урожай Давил виноград я один Никого из народов не было со мною На празднике всегда много людей И сбор урожая, вот все эти сельскохозяйственные ритуалы ранней осени Они обычно привлекают много внимания А тут он один давил виноград Что же это значит? Давил их я во гневе В ярости их топтал И забрызгала кровь мою одежду Запятна на мое облачение День воздаяния у меня Год искупления настал То есть давил виноград Одновременно это давил нечестивцев И виноградная вот эта вот кровь Она кровь этих самых нечестивых людей Вот это не просто сок, ягод Это действительно грозный приход Это победитель, который возвращается с войны С праздника сбора урожая Но и с войны в одежде, которая забрызгана кровью От того багряная Я вглядывался, но не было помощника Удивлялся я, что не на кого опереться Тогда сам я победу одержал И под могой мне был мой гнев Попирал я народы во гневе Крушил их в ярости Кровь их на землю проливал Кстати, вот именно этот образ Он стал очень популярен В последующих веках И в частности, ну, например, в США Знаменитый боевой гимн республики Это главная песня, с которой северяне Сражались в гражданской войне Это, собственно, поэтическое переложение Вот 63 глава Исаия Господь, который возвращается Вот с победой Но, обратим внимание, не было помощника Он победил всех сам Мы постоянно читали о том Что Господь, когда хочет Военной победой Каким-то образом вмешаться в эту историю Он посылает Ассирийцев, Вавилонин И постоянно подчеркивается Это не они, это Господь побеждает Они всего лишь инструмент А вот здесь Он побеждает сам Как это может быть? Как это Господь сам воюет с народами? Вот, наверное, имеется в виду Некая конечная победа Которая выражается не в том Что одна империя пошла на другую Ее победила Там убила много народов Установила свою власть Поработила царя Там разрушила столицу Это происходит периодически Но в том, что Господь окончательно Побеждает вообще всякое зло Топтал народы Да, то есть Израиль, который Вроде бы его народ Он тоже не помощник Не на кого опереться Вот эта Победа над злом Она предшествует Этому окончательному триумфу И Господь приходит Из Идома Из соседнего, но языческого народа К израильтянам Победив Вот Эдамитяне, видимо, последний Да, вот он начинает с дальних краев И постепенно приближаясь Вот Эдамитяне Вот самые-самые близкие Да Самый близкий народ С которым всегда очень сложное отношение Это в истории любого народа Так Не буду уж приводить современные примеры Вот И он идет от них И приходит все-таки к Израилю Вот эта точка сборки Еще раз Это навязшее, наверное, уже на языке у меня выражение Точка сборки всего человечества Не забываю я о верности Господней И славлю Господа за заботу о нас Как благ он к дому Израиля Как нежно он заботится о нем Как верность его велика Назвал их народом своим Детьми, которые не обманут И спасителем стал для них Вот Это все для блага Израиля Хотя Вот здесь уже в 60 главах Господь действует в масштабах всего человечества И Израиль Благодарит за эту особую роль Среди всего человечества Горе у них У израильтян И ему было горько И спасал их ангел его лика Ангел его лика Ну то есть Ангел, который Представляет Господа в этом мире Понятно, что Господь Он Ну В Ветхом Завете, по крайней мере Он незрим Он не присутствует В каком-то телесном облике Но ангел Представляет его Да Вот этот ангел его лика Начиная с исхода из Египта По любви и по милости Его избавлял Из древля Он носил их на руках То есть Вот начиная с исхода из Египта Носил на руках Как младенца Они возмутились Оскорбили Святой его дух Потому он стал для них неприятелем Сам с ними воевал То есть Оказывается Вот Эта война Касалась всех Израильтян тоже Тогда вспомнил его народ Дни древние Моисеевы Где же тот Кто из моря их вывел Ну при переходе Из При исходе из Египта Через Чермное Или Красное море Или Тростниковое Как в оригинале еврейском Они прошли Где же тот Кто из моря их вывел Пастырь вместе с овцами его Моисеев вместе Со всем народом Где тот Кто вселил среди них Дух свой святой Кто Моисея за руку ввел Поддерживал величием своим Воды пред ним разделил Навеки прославив имя свое Вот тоже история Исхода из Египта Кто провел их через бездны Словно коня по степи Так что они и не споткнулись Словно стадо Что идет по долине Это уже про переход через пустыню Это Господень Дух Давал им покой Да Так и вел ты свой народ Возвеличивая имя свое Взгляни с небес Посмотри Из обители святой великолепной Где же ревность Где величие твое Милосердие и доброта твои Отчего не проявишь их ко мне Вот собственно просьба о спасении И о себе что сказать Да ничего не скажешь Но где ревность Величие, милосердие, доброта Отчего ты их не проявишь Ревность, то есть забота о том Чтобы никто другой не владел его народом Милосердие, доброта Соответственно по отношению к этому народу Прояви их нам Только ты наш отец Обратим внимание Что здесь задолго до Нового Завета Ветхий Завет Абсолютно точно и явно Называют Бога Отцом Только ты наш отец Аврааму мы не знакомы Яков за своих нас не признает Только ты, Господи, наш отец От века имя тебе Избавитель А почему это Аврааму мы не знакомы Яков нас за своих не признает Это предки, естественно, израильского народа Яков, человек, который получил имя Израиль Авраама Это его дед Который, собственно, первым был призван Богом Как-то мы ему не знакомы Ну, конечно, физически не знакомы Понимаете, если сейчас встанет Пред нами Авраам Или, допустим, какой-нибудь персонаж русской истории Какой-нибудь Я не знаю, там, князь Владимир святой Да, он, конечно, нас не узнает Мы не знакомы ему физической личности Но можно тут увидеть и другой смысл То есть мы такие, что Авраам Не признает нас своих потомков Но мы живем иначе Мы, к сожалению, не удержались на этой высоте Поэтому просить Авраама и Якова О заступничестве мы не можем Мы изменили их образу жизни Но ты наш отец Но к тебе мы можем обратиться Как к тому, кто действительно Вот Может нас пожалеть, принять и спасти От века имя тебе избавитель Да, вот как раз Наш отец в каком смысле Наказывает Учит Да, это все есть Но самое главное Отец кто-то избавляет от опасностей своего ребенка Для чего же ты, Господи, дал нам сойти с твоих путей И дал сердцам нашим очерстветь Вот Ну, можно в этом, конечно, прочитать Какой-то даже упрек Что же мы грешим Это, значит, ты нам позволил Но Здесь скорее, вот Наверное, признание того Что да, мы сошли с твоих путей Поэтому нас Авраам и Яков не признают Но не давай нам этого, пожалуйста То, что впоследствии прозвучит в молитве Господне не введи нас в искушение Люди до сих пор мучаются Как-то понять, что нас Бог вводит в искушение То он виноват, что ли Да нет, конечно Но когда мы искушаемся Когда мы поддаемся искушению В его власти это остановить И вот здесь как раз Это такая молитва Отче наш, дочь наш Здесь как раз эти мысли явно показаны Ты наш отец Поэтому, когда мы сбиваемся с пути Верни нас на эти твои пути Потому что мы твои дети Вернись ради своих рабов Ради племен удела твоего Ну, рабы и удел все-таки здесь остаются Значит, то, что мы твои дети Это еще не единственное описание Которое мы можем себя назвать Племена удела Удел, то есть то, что принадлежит наследственно Да, то, что вот собственная территория Бога Что называется На земле А племена удела Соответственно племена Израиля Недолго владел им Святой твой народ Попирают враги святилище твое То есть территорию Которая была ему дана И давно уже так Будто нами ты и не правил Будто именем своим не нарекал И вот здесь, в 63-й главе И в следующей, в 64-й Конечно, вот эта степень интимности Личности в отношении Бога Со своим народом Она очень-очень высока Вот здесь просят Бога Действительно, как такие нашкодившие Но все-таки любимые дети И это удивительно, что уже в Ветхом Завете это есть